здравствуйте друзья письмо у нас выиграл green card tv 2016 собираюсь переехать жизнь в америку мне 25 лет опытный пользователь pc это много английский на школьном уровне это немного такой вопрос если я за три-четыре месяца выучу простой разговорный английский тут я сомневаюсь еще три-четыре месяца по занимаюсь по вашему онлайн курсу в россии я бы параллельно на самом деле делал если уж на то пошло но не важно так будет больше времени на английский не 3 4 а 3 4 плюс еще 3 4 возможно ли мне будет быстро найти работу тестировщиком по приезду в сша о как чтоб не работать на всяких неквалифицированных черновых работ а то пишут на форуме он ссылку дает на форум говорим проезд там тема что мол тестировщиков как собак нерезанных и работу искать долго но я-то согласен поработать и за небольшие деньги в скобках 15 20 долларов в час все равно это будет временно год полтора на адаптацию в сша так как по жизни я хочу создавать стартапы и новые айти продукты значит что сказать то на форуме там такая история что парень который уже был тестером опытным где-то в россии полу приехал в сша и у него были какие-то ожидания но он целый месяц вот он возмущен что он целый месяц искал работу и что тестеров как собак нерезанных потому что ему такому крутому целый месяц пришлось искать работу вот поэтому значит повторить успех этого парня вам не удастся потому что он был опытным тестером в отличие от того кто только что закончил наш курс там и никогда не работал вот просто паренек не понимает на каком свете он находится фраза о том что тестеров как собак нерезанных тут тонкость в эти есть такие тестеры которых никогда не было нет не будет и не надо в эти у них проблем вот поэтому получается что там вот когда они ищут работу то как собак нерезанных там тестеров а когда человек специалист он так щелк и и даже при том что он из другой страны и у него еще адреса толком нет там машины и вообще ничего нет вот и он находит работу за месяц что вообще говоря очень и очень неплохо я знаю программистов которые по полгода не могут найти работу язык машина общая так сказать вышибленность ну из седла он не понимает где он что он что надо сказать чего лучше помолчать там о чем лучше помолчать и так далее это же тоже имеет место быть я знаю еще раз я знаю программистов которые полгода и на стройку пошел деньги все и стратил там что у него с собой было пошел на стройку и так параллельно ищет программистам поэтому за месяц тестером совсем неплохо это говорит не о том что тестеров как собак нерезанных а это говорит о том что страшный дефицит людей потому что даже такой вот вот он за месяц нашел работу я хочу сказать что за месяц найти работу для местного опытного тестера тоже в общем то обычное дело там не не за неделю не за три дня ну конечно у него такое что называется desperate ему надо прямо сейчас он против но но это не значит что рынок под него подстраиваться рынок есть рынок за месяц найти работу так вот значит про молодого человека и про найти работу сможет ли он найти работу то есть подучив на 3 копейки английский подучив на 3 копейки значит профессию могу я получить пару рубляшек значит лучше долларами в америке не знаю повезет если в какое место под приехал человек если он придет в кремниевую долину прямо ему здесь тяжко придется здесь действительно есть с кем посоревноваться то есть ему надо ехать такое место где народ совсем нет я видел людей которые так рассуждали у меня в онлайновом классе вот представьте себе там 80 человек сразу да и и и так вот за год сколько там по пару с половиной сотни проходит я смотрю с какими мыслями она приходит на что они надеются есть такие которые только приехал бах и работу нашел а есть такие что приехал значит несколько мест не мог найти и потом пошел на стройку потом приехал к нам сюда на кэмпус и значит мы его значит тут полирнули отправили в компанию на практику и так далее то есть это это как бы очень зависит вот что я хочу сказать никто не знает но учитывая как бы сказать такой фактор который вот сквозит то есть шапка закидательства я бы так назвал вот присутствует совершенно очевидное шапка закидательства не глубина а шапка закидательства поверхности папа сейчас приеду сейчас как раз тут раз три месяца раз потому что я вообще вообще не то профессия нахрен не нужно мне только перебиться я вот я же стартапы хочу делать слушай 25 лет тебе 25 лет образования нет да во случае я не не сказано было что есть образование нет что там еще пользователь то есть мог бы программирование какой-то подучить я не знаю мог бы ну что-то мог бы более серьезно но вот он значит стартапы хочет создавать 25 лет серьезный возраст я я хочу сказать конечно сейчас масса людей таких что они и в 30 как когда-то было 18 не обязанностей не не семьи не не денег ничего нет но вообще-то 25 лет солить серьезный возраст я я не знаю я я не хочу там себя в пример приводить но я могу сказать что в 25 лет у меня было два высших образования я закончил два университета и я написал книгу опубликовал по международным телефонным станциям это был учебник для техникума связи то есть что я хочу сказать очень многое можно успеть 25 годам кроме того чтобы быть пользователем хорошим поэтому я хочу сказать наверное вы можете выучиться на тестерах потому что хороший пользователь это как бы уже кое-что но в любом деле которые вы начинаете любом начиная от стартапа и кончая такой нехитрой задачи как там скажем найти работу тестом программного обеспечения должна присутствовать адекватность вот лишь вот задача вот план вот пошел вперед знаете а если я тут я там я сейчас тут я сейчас там я там здесь и так далее это уже зависимости от степени так сказать углубленности вот в это я сейчас вот я тут мы вот мы вот там так это и давайте у параноиков это вот часто присутствует ведь я подмена цели субъектом вот есть цель я я вот сейчас я вот у меня вот у меня план вот я сейчас напишу да я не к тому чтобы обидеть я я наоборот к тому чтобы отвлечься от ерунды искать есть задача так задача какая у тебя задача стартапы делать но это может быть далеко там где-то пока отложили задача хочу найти работу вы не можете ничего найти если эта работа вам не нужна если это временно если вот понимаете это как как семья построить у тебя сейчас возьму эту девушку вот жили пока на ней а дальше у меня будет там из королевской крови а это пока так не работает понимаешь поэтому хочешь профессию давай профессию черная работа тебя пугает а чего тебя черная работа пугает что что такого там в черной работе такого что 25 лет здесь не здесь не моют сортир руками туда вот не лезут чтобы там и настройки тоже там носилочки там тележечка инструментик там какой-никакой здесь и черная работа нормальная работа почему поэтому если ты как бы я еще хочу сказать что и черную работу не каждый делать может вот вот на самом то деле понимаете значит черную работу вам западло значит тестер в общем то тоже фуфлова там нафиг оно там так это мелочь там вот стартап вот айти а в стартапе знаете сколько черной работы вот поэтому значит к чему я призываю значит я призываю к тому чтобы собраться поставить задачу иметь план и вперед значит можно ли найти работу если собраться если поставить себе задачу если до момента приезда в сша учить английский не не наспех там 3-4 месяца а учить как последний бой в штыковой взял и пошел очень много можно выучить и в профессии тоже в 25 лет господи это же не в 62 все можно выучить можно очень много сделать если понимать что ты делаешь собраться все ресурсы сжахнуть туда и прорываться но одно дело ты на прорыв идешь а другое дело ты пионер там сидишь яблоко кушаешь и огрызок в окно автобуса выкидываешь взлетись кострами синие ночи разные вещи значит можно можно найти работу есть люди находят вот я могу сказать я знаю людей которые вот так вот приезжают и находят не вопрос поэтому но не все вот есть люди даже с опытом неплохим вот у нас сейчас женщина из керчи тоже у нас керческих много завелось вот женщина ей там уже полтинничек так она программистом была понимаете тоже в онлайне училась а потом приехала а потом к нам сюда и сейчас вот на интерншип пошла потому что сложно понимаете даже тому кто был когда-то программистом сложно вот но дальше уже зависит от очень многих обстоятельств в принципе можно я такой случай расскажу значит однажды я сидел за одним столиком с очень серьезным дядькой по сетевому маркетингу это была там какая-то конференция и он там выступал и он выступал и он значит выступил вернулся но мы с ним знакомы были так как бы он знал чем я занимаюсь и он говорил о чем значит вот его тема была что вот надо достоинство надо значит честно делать бизнес там и так далее и он когда вернулся к столику я ему говорю послушай говорю вот ты говоришь про достоинство про честность там про всякие дела и ты же говоришь что каждый может в сетевом маркетинге достичь там высот там и так далее и так далее он говорит Майкл говорит он может каждый но не каждый станет делать то что для этого нужно вот он говорит ты же Говоришь, что каждый мог бы стать тестером Я говорю, я не говорю, что каждый Я говорю, что надо много условий, чтобы сошлось Он говорит, правильно, и здесь то же самое Он говорит, если ты будешь делать, то ты можешь Мало же людей, которые станут реально это делать Он говорит, и у тебя то же самое Мало людей, которые станут реально делать Значит, услышите то, что он сказал и то, что я вам рассказал Может каждый, но не каждый станет И это правда Даже если мы возьмем самую приземленную задачу Самую простую Ну понятно, что каждый Ну понятно, что надо просто задницу от стула оторвать Но не каждый же оторвет ее от стула Вот проблема Так что Подумайте Я к чему рассказываю Я хочу позитивный результат Из этого Подумайте, соберитесь Настройтесь И вперед Вот и все Все можно, если делать Если не делать, ничего не получится Даже самая простая, даже черную работу Не получишь, если не делать Того, что нужно для получения Самой простой черной работы На форуме, я сейчас закончу вот этим На форуме говорим про вес Была одна женщина Которая жила в Лос-Анджелесе Она такая была, знаете, с фонтами Вот там все там А вот она эмигрирует Так как она эмигрирует Так уже никто не эмигрирует Там с фонтами И она, значит Там много с ней было разных приключений Но смешных очень Но однажды Она пошла устраиваться в мексиканский ресторан Посудомойкой Была позиция Там кто-то ей сказал И она пошла устраиваться в ресторан посудомойкой Ну ей Ну она приходит там Оделась как на Допустим на должность там Замдиректора Ну она так ходит Так одевается Она приходит Вот ей Мексиканец Который там Ну по посудомойкам Он ей говорит А раньше-то ты что делала Ну и она Вместо того, чтобы сказать Что всю жизнь посуду мыла в ресторане И собственно Одесса соответственно Она говорит Что она была владельцем бизнеса Ну она на рынке торговала там В общем не важно Она была владельцем бизнеса Была там еще что-то Ну ее и не взяли Естественно И она потом пишет Что В Америке Она говорит Даже посудомойкой без блата Не устроишься Понимаете Вот Но мы понимаем Что дело не в блате А дело в том Что адекватность Какая-то должна быть Даже посудомойкой Если ты придешь в шубе В бриллиантах И с таким видом Что ты человек А остальные все фуфло Да Да Так тебя и посудомойкой не возьмут Потому что Как минимум Надо быть адекватным Той задачей Которую ты решаешь Вот собственно и все Вот такая у нас История О тяжелой Судьбе Иммигранта Счастливо 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 Счастливо